Последние передовые энергоэффективные энергосберегающие технологии представили энергетики со всего мира на международной выставке в Москве. Электро это крупнейший выставочный проект, который проводят с 70-х годов. Ежегодно в ней принимают участие не менее 25 стран. С экспозициями традиционно выступают производители из Германии, Испании, Китая, Словакии, Чехии и Индии. Выставку посетили и мои коллеги. Лампы накаливания уже пережиток прошлого века. Серьезным достижением когда-то считали энергосберегающие люминесцентные лампы. Но и они уже безнадежно устарели. С прошлого года оборот некоторых видов таких светильников вообще запретили. Хотя их до сих пор можно увидеть в магазинах, но зачем их покупать? Эксперты не понимают. Если светодиодные светильники дешевле, экономичней и работают дольше. Если сравнивать с пресловутыми лампами накаливания, то эффективность достигает 90%. По обычным газоразрядным лампочкам, люминесцентным лампочкам экономия составляет более 60%. То есть примерно в три раза меньше потребления электроэнергии. Плюс они устойчивы к перепадам напряжения. Это очень важно на включение-выключение. И это еще не все преимущества. Выше и уровень цветопередачи, и коэффициент крик, который сказывается на ощущениях человека при работе под таким освещением. То есть они более удобны именно для человеческого взгляда. Основной принцип энергосбережения – это освещать в нужном месте, в необходимом количестве, в нужное время. Для этого существует система управления освещением, система управления, так называемый «умный дом», датчики движения. Используя различные линзы, можно направлять поток света на определенные зоны комнаты. Это очень удобно, например, в производственных помещениях. То есть мы можем освещать строго под собой, либо, наоборот, получить широкую кривую силу света для того, чтобы осветить равномерное большое пространство. Ну и от этого зависят вот это вот строение и светодиоды. Причем предел эффективности светодиодных ламп еще не достигнут. Есть на данный момент уже разработки светодиодов, которые позволяют получать там до 200 люмен на ватт. Ну и, в принципе, это еще, скорее всего, даже не предел. Светодиодные лампы можно купить в любом магазине, но специалисты советуют внимательно прочитать этикетку. Я бы рекомендовал обращать внимание, во-первых, в срок гарантии на упаковке. Второе, чем больше технических параметров указано на упаковке, тем лучше, значит, производителю нечего скрывать. Еще одно направление – это уличное освещение. Застройщики сейчас активно используют декоративные опоры со светодиодными лампами. Выглядят очень стильно. И у них есть возможность установить различные датчики, например, движения или автоматические регулировки, которые тоже экономят энергию. Позволяют устанавливать на опору камеру видеонаблюдения, устанавливают точку доступа Wi-Fi. Цифровизация в энергоснабжении позволяет значительно повысить надежность работы под станцией и экономить место. В рамках цифровизации мы можем позволить все оборудование разместить в одном шкафу. То есть тем самым мы экономим пространство. Оно позволяет снизить риски и увеличить скорость работы первичного оборудования. Освещение может быть еще и полезным, например, растением. Фитолампы на 100% могут заменить даже солнечный свет. Загадка в световой температуре, в том спектре, который мы используем. То есть растениям необходима смесь красного и синего света, что мы имеем здесь. Освещение – это около 13% годового энергопотребления в России. Госпрограмма энергосбережения предполагает постепенный отказ от устаревших ламп. Это позволит в десятки раз сокращать затраты на электричество в целом по стране. Да и в каждой квартире экономия семейного бюджета.